И кто это? Здравствуйте, Игнатий Техничный. Добрый день. Меня зовут Дарья, я вам писала, я журналист из Москвы. А, я сейчас прикрою маленько, чтобы. Ну ладно. А я подумал, кто-то разыгрывает меня, два раза не вышел. Нет, я вас не разыгрываю. Ну вот я же не знал, я вижу, что раз за разом и никого нету. Понятно. Ну, смотрите, я вам написала, что я смотрела фотографии из лагеря в Потеряевке Андрея Шапрана. И мы бы хотели написать про лагерь, использовать его фотографии и ваш рассказ о лагере. Ну и так как скоро лето и будет, я так понимаю, новая летняя смена, вы не могли бы мне рассказать, что это за лагерь, кто в него приходит, как вы приглашаете туда людей и что там происходит в этом лагере? Ну, как вот сказать. Я не теоретик, говорю я всегда, я практик. Видите, как говорят, столько-то детей необихоженных по стране, 3,5 миллиона. Это слова. А что для этого делать надо? Говорят, земля заброшена. В одном Алтайском крае миллион сто тысяч гектар заброшено. Это статистика хорошая, по мозгам бьет. Но что для этого сделали? Народ не образован, матерится и запирится молодежь. А что мы сделали, чтобы обстановку переломить? Я говорю, я не теоретик. Веду занятия в университетах в пяти сразу, три радиопрограммы регулярно. Вот это для молодежи, что могу. Десятка школ во всех техникумах. Детям беспризорно. Значит, надо обихаживать. Образовывай детский православный лагерь трудовой. Это только слова. А за ними кроется, что советская власть делала-то в советское время. Мы были единственным православным лагерь. Земля заброшенная. Мы получили статус. Лопатами сначала землю скопали. Теперь страссы, дорога показывает, где строим православную деревню. Православную. Она была одна в свое время в Советском Союзе. Где условия. Пять признаков. Первое, что человек докажет, что он не лжет никогда. Не пьет спиртное. Не курит, не матерится, не ворует. Вот пять причин, которые позволяют с ним говорить. Я сейчас закончу. Когда сказали мы об этом, говоря, заботясь о статусе, в краевой администрации, мне ответили, у нас, говорит, ни одного работника такого нет. Статистика врет, говорит, женщины матерятся, мужики курят. То есть, понятно, по этим признакам уже не каждый из дороги зайдет. А потом своими силами каждый должен сам построиться. А это перестройка. 91-й год. Раздрай. Если вы не знаете, с 91-го по 97-й год инфляция была 10 тысяч 70. Во столько раз все обмельчало. Ну, как времена Раздрая в Америке или перед Гитлером, перед приходом его. Вот земля. А теперь у нас электричества, открытая школа. Мало. Но это все реально есть. Игрались свадьбы, интернет, школа. И в 500 метрах, вот теперь 26 лет будет, где-то 20-го, примерно, мая, потеряю в Киеве лагерю 44 года. 44 года. Я начальник, как говорится, организатор этого лагеря. И ни обслуга, ни я за 44 года не получили ни рубля. Государство не дало ни рубля. А лагерь особый. А особенности его такие. Нет возрастной сенза. Сколько он будет? Было так, 7-месячный ребенок с матерью. Могут пребывать родители с детьми вместе. Бабушки, дедушки, которых мы знаем. Конечно, правила в лагере там особые. Вот. И это все было очень непросто. В 99-м году было за 2 месяца, 2 месяца 10 дней, 15 краевых комиссий. Два уголовных дела против меня воздвигли. Но зима настала. Ну, как есть такое выражение, сатисфакция. Требует возмещения. Удовлетворения обиды. Они все попятились назад и замолкли. Это московский комсомолис. Там еврейская организация ВНСР, КПРФ, да секретарей. То есть это скучная была компания. Я подал в суд и все суды выиграл. Заплатили, опубликовали по ГТРК и прочее. Мы отстояли. Это было все непросто. Это слова только. Как они оккупировали. До ФСБ доходило. Прокуратура, пожарники, милиция. Как дети наши на крышах стояли и скандировали. Не заходите. И лозунги были. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. Так дальше. Волки лютые. Руки прочь от лагеря Стана. Это все снято у нас на видео. И мы отстояли. И Господь сделал так, что их сердца тронулись. Вчерашние враги стали помогать нам. Это Бог так сделал. Бог воздвигал таких людей, о которых мы не подозревали. За нас восстала путинская газета. Российская газета называется. Учредитель правительства Российской Федерации. И они с фотографиями все напечатали. Что с нами делали. И сразу же заместители губернатора. Машины приехали. Всю осаду сняли мгновенно. То есть это серьезный был уже ответ оттуда. Назвали шабочные чистые силы. Ничего не нашли. И все анализы брали воды, молока. Все выше среднерайонных. Это что-то значит. Допрашивали детей. Что у вас за территория? Где вы находитесь? Мы находимся в Алтайский край. Нет, я понимаю. А что это за место, где вы размещаете людей? Кому принадлежит это? Ну теперь по Теряевке. А тогда это принадлежало селу Корщину, куда наша деревня, исчезнувшая в 1972 году, отошли земли. 20 лет там был пустырь. Ничего не было. Государственные земли, я не понимаю. Государственные земли. Все. Ну, колхозы они отошли. Но когда мы лагерь образовывали, мы стали ходатайствовать перед сельсоветом, куда отошли наши деревенские земли. Дать нам 3 гектара под лагерь. А у них главный агроном мой крестник. И он там все это дело везде ходил. И за подписями, с печатями нам дали. Дали земли 3 гектара. Это огородчик у нас был. И где сам лагерь расположенный. До времени, пока не стали мы ходатайствовать об образовании деревни. 91-й год. А лагерь в 1972 году. Видите, разница какая. И у нас 18 раз нас сжигали дотла. Дотла. Мы приезжали, одни угольки были. И каждый год начинали строиться заново. Это вообразить нельзя. А когда уже деревня стала, тогда нас уже никто не трогал. Потому что там зимой люди остаются. Там хозяйство и техника и прочее. Электричество. Тогда ничего этого не было. Вот смотрите, у вас живут люди, пользуются электричеством, водой. Кто это оплачивает? Ну, сами оплачивают. Сами копают колодец. Как за воду-то? Я выкопал колодец за свои деньги. Моя вода я черпаю, никому не должен. Это, если в Москве сейчас, ну, начнется какая-то там авария, ударят где-то там по водопроводным станциям. Это в газете писали. У вас только пробка будет 130 километров. Верхние этажи туалетной жижей зальют все улицы и все. Воды-то не будет. А у нас-то ничего нет. Я почерпнул колодец, мы его вырыли. Сами. А люди бесплатно живут в лагере? Как это бесплатно? А на что хлеб? Ну, а сколько стоит тогда? А вот сколько стоит? Вот вопрос стоит. Когда мы собирались в лагерь, каждый вез с собой хлеб. Где достать? Рядом в соседней там на станции было молоко. Там покупали, рыбу ловили. Что могли, сажали. Уже короткое время пройдет, ягоды идут. Теперь деревня. Легше будет где-то покупать. Даром ничего нигде нет. Но мне всегда помогали. Помогали продуктами. То есть, это большие предприятия какие-то. Машины давало мне главное управление МВД. У меня близкие отношения с начальником краевой милиции, с прокурором края. И они все помогали. Вот глава городской администрации эти машины давали детей увезти туда. Оттуда. А оттуда уже, ну как придется. Ищем разные попутные транспорты. 4 километра от железнодорожного разъезда. 4 километра. Вот дети уезжают. То есть, деньги вам не платят люди? Ни копейки, никто. Волка ноги кормят. Поговорка это о нас. Мы начинаем искать. Это смена. На сколько люди приезжают по времени? Ну, у нас, если на месяц человеку понравилось, остается на второй. Раньше у нас было с 10 июня. И доходило до 28 августа. А нынче у нас, короче, до 2 августа, это день закрытия уже лагеря. Потому что учителя, которые работают, ну наши волонтеры, им нужно уже себя обиходить. Они готовятся в школе, ремонт делают. А расскажите, как строится день, как проводят досуг люди в лагере? В первую очередь мы кого набираем? Делаем обвеление в газетах, бесплатно все это. В разные газеты. Потом на столбах наклеиваем данные, что открывается лагерь. Даем свои телефоны, постационарный, мобильный. Люди звонят. Лагерь православный, трудовой. Назначаем у нас центральный проспект Ленина и памятник Пушкина. У памятника Пушкина в 3 часа дня воскресенье. Мы приходим, несколько человек, секретарь наш. И приходят люди со своими ребятишками. Ну мы смотрим, разговариваем, кто верит. Она говорит, я верю, но он совсем... Мы уже не возьмем ребенка. У ребенка лето должно наполнено быть радостью. Он не верит, а мы за стол и за стола молимся. В субботу и воскресенье идем в храм. Православный. У нас там батюшка, мой брат, он протаерей. Поэтому если ребенок верит, а родители не верят, возьмем. Хоть немножко верит, чтобы ему не было это в тягость. У нас никакого принуждения нет. У нас каких-то национальностей не было за эти годы. И евреи, и цыгане, и немцы, и казахи, и киргизы, и греки. Ни для кого не закрыто. И баптисты, и писятники, и адвентисты. Лагерь открыт для всех. Но мы православные. Проходит неделя-полторы. Все сектанты молятся уже по православному. И никого не заставляем. Посты строго соблюдаются. У нас православие не игровое. Мы утренние, вечерние молитвы. После этого сначала гимнастика, утренняя зарядка. А потом молитвы, чтение Евангелия. Каждый день. Ну а в субботу вечером в храм идем. И в воскресенье утром. Обслуга это наши близкие знакомые. Из нашей общины, которые приезжают. Ну и бывает приезжает, если большая группа. Откуда-то там. С Красноярска или. Бывает с Латвии или откуда. Желательно со своими воспитателями. Сейчас далеко не ездят. Дальше Москвы почти никого нет. Последние это были из Одессы только. Транспорт столько стоит. И вот у нас получалось так, что 53% совершенно бесплатно. 53%. А остальные, смотря по возможностям, платят. Наша самая большая цена в 4 раза меньше самой низкой государственной. Сколько это? Ну сколько. Но учитывая то, что у государства 90% платят государство. И там администрация, профсоюз. У нас все 100% углутся на родителей. Нынче за 30 дней 6 тысяч. Это все. Все здесь за месяц. Не за, как вот, 2 недели там в лагере быть. За месяц. За полный месяц. Это и молоко, и рыбу покупаем. И зелень из города везут. И халву. И все, когда есть, мы обеспечиваем себя очень хорошо. А летом это и мед достаем, и сотовый, и какой только можем достать. Когда бывает, что-то колют, и это дают. Что-то бесплатно дадут. Ну смотрите, вот утром у вас зарядка, потом молитва. Подъем, подъем. Необычность подъема. Необычность подъема заключается в том, что ни в одном лагере этого нет. У нас подъем в 5 утра. В 5. Обслуга, и вот мы все встаем в 4.40. 20 минут, чтобы взрослые привели себя в порядок. Вот теперь день начинает убывать, встаем в 5.30. День еще убывает, встаем в 6. То есть мы идем вслед за солнцем, чтобы дети должны увидеть восход. Каждый день пробежка по росе. Ранее утром купание в теплой воде. И работает. Работаем дрова, заготавливаем на огороде. Ну свое, что себя обеспечим. У нас всегда зелень на столе. И поэтому вот такое отношение вот к ребенку, что он как дома находится. Тут рядом бабушка у него бывает. Но правила очень строгие. Ни один родитель не имеет права ребенку даже там шалкушку дать или что-то. Никто. Родители подписывают специально у меня бумага такая, как сказать, стандартная для всех, что они согласны, куда отправляют. Что у нас есть целая система физического наказания. Ух, как другие сразу схватываются, как это так. Ну вы согласны, там описывается, что именно. Что. Вот за стол садиться, помолились только, показать платочки. А ребенок все забывает. Платочек. У него 4 платочки в сумке лежат. Один в кармане. Чтобы знал, что делается. А нету забыл. А вот 250 метров или 200 метров до тополя. Он должен туда добежать, сорвать листик. Это разового пользования. Я уже через 3 дня память пришил у всех. Он все забывает. И одежу бросает. Мать говорит, пришел без портфеля. Там где-то в футбол играл и забыл и ушел. У меня они через 3 дня уже все помнят. Как за стол сели. А дежурная там в платочках, в партуке все. На фотографиях видели как. А они обходят лагерь. И вещи брошенные собирают. Чи. Можешь не отпираться. Они сразу скажут. Это Ванькин, это Манькин. А вот теперь 3 раза вокруг лагеря бежать. Крутить одежду и кричать. Я забываю вещи за станом. А пока бежишь, первое или второе может уже уйти. Придешь к компоту. Твое дело. Все. Родители до того удивляются, что вообще ребенок ничего не запоминает. А тут все запоминают. У нас висит кто изобрел телефон. Кто интернет. Кто губернатор. Кто премьер-министр. Кто президент. Дети все должны знать. И они наизусть на зубок знают. Каждый день идут занятия. Чтение Евангелия с толкованием. Каждый день у них игры. До обеда работаем. После обеда занятия. Готовимся к пятнице. Пятнице у костер картошка. Там рассказывают стихи, песнопение. Вот так. Ну а какие-то радости, игры. А вот все радости во всем. Представьте, какая у ребенка радость. Когда мы рано утром встанем. И у него все в порядке. За ним никакой провинности нет. Он уже радуется. Теперь быстрым шагом идем купаться. Бежать нельзя. Чтобы случайно не запотеть. А оттуда только бегом. Добежать и где кащель стоит сиденья коснуться. И они это знают. Раз, другой все. Но охота им там между собой силу показать. Есть такой участок. Трава густая, мелкая. Как потник. И вот там приходят. И теперь они борются до упаду. Кто с кем. Мы все заснимаем это. Вот детям нравится лазить по деревьям. У нас специально выбраны большие деревья березовые. И там они как обезьяны лазят. Это очень большой риск для ребенка. Но это ребенок. Дальше идем. Собираем клубнику. Ходим на малину. Все это на стол дается. И с молоком дети любят есть. Какая ребенку еще радость нужна? Кроме того, если дождь, целыми днями смотрим кинофильмы. У нас большая там фильмотека. Раньше были просто на этих на видеокассетах. А сейчас на дисках. И смотрят у нас зал просмотровый есть. Вот какая ему еще радость-то нужна. Дальше качели разные. Там где они лазят. Там большие на тарзанках они летают. Там прыгают на батуте. Специально называется для вестибулярного аппарата ходить 75 метров. Там разные переплеты. Там на высоте, на уровне груди. Там ходят они. Там играют. Городки. Футбол. Бадминтон там играют. Волейбол. То есть игры у них в достатке. А сколько человек у вас в лагере? Сейчас меньше. Раньше у нас было в среднем 108-109. Со взрослыми. А сейчас? А сейчас ни одного нету. Они выезжают и все. В августе уехали. А вот в июне будем опять набирать. Не знаем. Вот сейчас уже заранее просятся. Из Москвы. Бывает дальше там захватывают. Там Орловская. Но мы не знаем. Наши правила. Но кроме того дорога. Очень дорого стоит. Дорога. Ну а вы причисляете себя. Вот на сайте у вас написано. К Русской Православной Церкви за рубежом. Да? Именно так. Мы не причисляем. Мы действительно так и относимся. А как так получилось? И что? Ну как так получилось? Вы же находитесь не за рубежом. А мало что мы находимся здесь. Мы не просто верующие. Мы серьезно верим. Мы большие гонения от них. А преследования были. Они меня фактически посадили. Когда я в 86 году был осужден уже. Причем не один раз. И поэтому с ними нам совершенно не по пути. Видя вот это предательство. Измену. Все построено на деньгах. У нас ничего этого нет. У нас с тарелкой не ходят. В церкви ни свечи. Ничто не продается. Сообща. Собрали. Купили воск. Сами вылили. Чисто восковые свечи. Мы показываем православие во всей чистоте. Вот Андрей был. Он своими глазами это видел. У нас игрового нету. У нас все серьезно. Если уже верующие в пост не нарушается. У нас посты совершенно никто не нарушает. Никто. И не выпрашивает у батюшки в пост молоко есть. Это бесполезно. Ну а с кем вы общаетесь из священников? Вы лично? Ну с кем я, как сказать, общаюсь. Я дома сижу. Кто приезжает, знакомые, близкие. Вот летом были на день. Приезжает местный метрополит, патриарша из патриархии. Приезжает со своими священниками, секретаритами, хористы, семинаристы. Это все у нас на видео. Значит, мы относимся к русской православной церкви за рубежом. Я не понимаю, что это значит. Можете объяснить, пожалуйста. Ну а что тут объяснять-то? Когда русские оказались за рубежом, вот эта диаспора, это от пяти миллионов можно считать. И там была образована своя церковь, там несколько епископов оказались. Во главе избрали митрополита Антония Храповицкого, Карла Увара, их называли карловщане. Это церковь православная, но только оказалась за рубежом, так сказать, бело-эмигрантская, царская. В ней коммунисты никакой роли уже не играли. Не было, чтобы священники были тайной сексотой КГБ. Этого не было. То есть она в этом отличалась очень серьезно. Но сейчас-то это все равно единая система. Вот сейчас все, когда принято было уже акт о каноническом общении, нас ничто не разделяет. Но под их руководство мы не идем никак. Они к нам приезжают, мы идем, а тут снимки стоят. Я подошел, архиерей там обнимают, целуют. У нас очень близкие отношения, хорошие. С московской патриархией. Но под их гладь мы не пойдем никогда. Потому что столько там неправды, столько лжи. Сейчас вот эта встреча с патриархом, там такой раздрай начинается. А мы наоборот стараемся помочь, чтобы этого не было. Мы не связаны ничем. Мы не раболепствуем перед ними. Видя, что неправда, мы прямо говорим, вот это неправда. А они друг друга боятся. Вот Андрей Кураев, вы его знаете. И он говорит. Игнатий говорит, ему разве сегодня кто перед ним? Там генерал или царь или епископ? Он говорит так, как есть. А я не могу это говорить. Я думаю, что епископ скажет, какое ко мне отношение будет. А теперь он может говорить, когда его стукнули и вышибли из этой обоймы. У нас очень большая разница. В этих вопросах отношения к жизни. А в вероучении у нас ни одной буквы нет разницы. Все одинаково. Иконы, и служба, и слова, и песнопения. Все одинаковое. Ну, то есть та церковь, в которую вы ходите с детьми, это просто обычная православная церковь. Обыкновенная православная церковь. Но только у нас все серьезно. Все одеты по форме. У нас этого нет, чтобы с улицы зашел или женщина в брюках. В брюках она даже в деревне не появится. Написано, на территории деревни курить запрещается. Вот к нам приехали, ну, вы кого-то не знаете. У нас к краевому ВД, там фоторепортер Галенко Влад работает. Ну, и он говорит, а можно мне взять, я возьму ту девушку, она секретарь городского отдела, Морозова Саша. Ну, приехала, она переоделась, она платки надела, все, как будто бы наше стоит. И главный журнал милицейский. Сейчас, минутку я покажу. Кто ищет, тот найдет. Среди полночи пьет. А вот посмотрите на нее. Видно будет или нет? Да, видно. Это секретарь городского УВД. Угу. Она была. Видите, как она переоделась? Такая форма. Это журнал, центральный журнал Министерства внутренних дел. Вот она. Охрана, да. Они у нас были, и огромную статью написали. Вот, даже покажу сейчас, чтобы вам видно было. Вот. Ну, не мы же ее писали, статью-то. Вот она. Угу. Огни не погашены. Угу. Это я стою, еще один священник там. Вот. Это кое-какие на деревне. Видно, что написано? Нет. Не видно? Нет. Ну, написано то, что на территории деревни курить запрещается. Угу. Вот видите, какие тут снимки. Тут я даже не вижу. Вот. Вот. Какая большая статья на развороте. Это за столом у нас. Они. И он это написал статью, а потом какой-то конкурс был со Станкина. И он занял первое место. Первое место. Получил. Вот если взять здесь. Это вот как раз овечка объягнилась. Игненка тащит. Это интересно так. Угу. Вот внизу, видите, это девочки играют на пианино. Как раз был день деревни. Приезжали они на это торжество. Вот она наша тут есть. Ну, это сама община сфотографирована. Священник тут. Это староста деревни. Тут батюшка идет и глава районной администрации. Приехал. Или... Это так. Но вы не считаете себя старообрядцами, да? Нет. Ну, мы не старообрядцы. Старообрядческая, это другая, как бы, юрисдикция, или как ее назвать. Но мы старообрядцы. Корни наши все старообрядческие. Столько были священников не имели. Беспоповцы называются кержаки. Мы в этом воспитались и имели страх Божий. Но Евангелия, Библии не было. Мы даже не слыхали такие слова. Я обратился уже в 23 года из армии, когда пришел. Евангелие мне в руки дали. Я учился в это время в высшем мореходном училище. И работал на корабле. На берег сошел. И такие люди мне... Я искал верующих. И в этот вечер я покаялся. И уже к утру весь караван кораблей знал, что я сошел с ума. Потому что, представьте, учусь везде. Я только что добился разрешения сдать три курса за год. По выбору комиссии на немецком, английском или на французском. Представьте, выход за границу. Передо мной все открыто. Здоровье отличное. И вдруг все меняется. Пришлось оставить и уйти. Ну а дальше уже другая пошла жизнь. Уже зная истину, я понес ее другим. А дальше череда гонений, преследований, тюрьмы. Это все во славу Божию. И вот Бог позволил так все иметь. Вот Андрей был, он все это видел. Он интересный такой, интересуется. Ну а что сейчас для вас самое сложное в организации этого летнего лагеря? Да как-то я никогда так не считал, что сложное. Я только если совсем уже сложное. Вот когда мы... У нас миссия была миссионерская. Мы ездили, купили специальный газель. У меня вышло 38 томов из печати моих книг. И я принял решение подарить эту библиотеку. Мы из Барнаула, ну видите, я дал Тайский край. Доехали до Владивостока, Тихого океана, находка. И тут проехали до Португалии, до Атлантического. Прошли Турцию, все мусульманские республики, Скандинавию и Прибалтику. И говорили, самое сложное в Великобритании. Отпечатки пальцев, проговицы, надо ехать в Новосибирск. У меня один вопрос только. И все-таки, возможно, возможно, все, препятствий нет. Если намертво закрыто, значит, надо высокие инстанции в двери долбить. Ничего тут, ну сложно, все. Начинаем, ребятишек нету. Мы начинаем с нуля. Обслуги нету, с нуля. Продуктов нету. Но каждый год мы молимся, и Бог нам все это дает. Дает, при том в избытке дает. Что остается, мы еще зиму доедаем. А люди часто возвращаются к вам в лагерь? Многие возвращаются? Ну, вот она, допустим, ее привезли, мать привезла, она года два была ей. Теперь она замужем и приезжает со своими детьми. Даже такие. И, как правило, если дети, они это поняли, как у нас, уже в другой лагерь их невозможно отправить. Мы стараемся создать 100% защищенность ребенка. От руганий, от побоев, от драк, от обзываний у нас этого ничего нет. Под строгим контролем это все держится. А если он не так, значит, я его накажу. И родители расписывают. Он приехал с 7-летней материцей, ничего не можем сделать. Через неделю он у меня уже не матерится и с этим уедет. У меня крапивы-то много. Лечебная крапива, как в интернете пишут, говорит. Она лечебная, говорит, когда ей хлещут по жопе. Вот так. То есть у вас есть все-таки телесные наказания? Телесные телесные наказания. Когда он явно ударил девочку, он знает, 7 горящих. Мальчик ударил девочку. А что я должен делать с ним? Другого выхода нет. Я в отчисляю лагеря. Родители криком кричат, только не отпускайте, только... И они расписываются, они согласны. И следует. Наказание-то чисто символическое. Иногда по голенищу хлопнешь, ему, чтобы страх был. Ну, а потом уже он понимает, что тут играть не приходится. Приходится за все отвечать. Что-то порвал, разбил. В насчет ему. А есть дети, которые без родителей приезжают? И что? Есть дети, которые без родителей приезжают? Или все с родителями? Было много таких. Были родители такие, что... Отец на его глазах зарезал мать. Убил. И ребенка его замкнуло. Он не разговаривает, он не мог разговаривать. Но у нас он разблокировался. Впервые. Потому что у нас приезжают профессора психологии. Там даже из Англии Кэстонского университета института Ксения Дэннон. Ее с Останкина привезли сюда. Она услышала и хотела проверить. Как в течение одного месяца наркоманы забывают, что они наркоманы. Как это? То есть у нас во всех направлениях идет работа. И вот этот мальчик, который даже не разговаривал. И вот здесь у него разблокировка. Это было только то, что они нашли. Причина какая? Они исследуют, живут у нас здесь исследователи. И говорят, движущая сила лагеря, тире с большой буквы, любовь. При всей строгости главное это любовь. Ребенок должен быть. Я наблюдаю, чем он больше интересуется. Это дать направление поиска, развития таланта для всей его жизни. А для вас главная цель работы лагеря – это обращение в веру или это просто создание? Не к вере, а ко Христу. Главное – это Христос. Если они со Христом знакомы и будут в близких отношениях, будет у него все другое. Мы проверяем даже, а кем бы ты хотел быть. Ну и все его наклонности где-то. Это близкие разговоры бывают. Если девочки, там с ними отдельно учат шитью их, кройки шитья. То есть то, что ему сгодится. И мальчики учатся очень важному. Уметь ценить жизнь эту, коротенькую. Для чего он нужен здесь. Ему на все показывается. Тебя вот не было, смотри. Тебе нравится вот крыша как крыта, дождь не... А дождь идет, а в это время там с воспитателем играют. Гроза, молнии, ночь сверкает, они спать не хотят. В это время поют песни. А кто это сделал, не знаешь. Значит, мир тебя ждал. Изобретатели уже работали. Чтобы ты пришел в мир и обиходит тебя. Видишь, как придумали двери, как они открываются. Ребенок смотрит на все другими глазами. Что он не просто, а человек, которого ждали. Без которого было тоскливо в этом мире людям. Радуется папа, мама, тято. И ты сам видишь, как все здесь устроено. И мы должны все беречь. Стеколки, железки. Все собирается. Камушки руками. Мы хозяева этой земли. После нас должно оставаться все чистое и приятное. Для других, кто за нами придет. Ну, спасибо вам огромное, Игнатий Тихонович. Мы даже еще не начали разговаривать. Спасибо большое. Я тогда, когда материал будет готов, пришлю либо вам напрямую, либо Андрею, чтобы вы посмотрели. Если будете в наших краях с 10 июня, то можете попроситься. У нас не принято звать. Но дать знать о себе мы можем. Если я вас знаю, проверю еще что-то, немножко спрошу. Одежда известна какая. Мужчина, чтобы табачного ничего не было. И все мужчины, чтобы у него был вот так пояс, поясок. Больше ничего нет. Женщины у нас все в платочках должны быть. Девочки, мальчики, все. Ну, вот, правила все, больше ничего и нет. Но остальное, как мы живем, чистая пища, обедки никому не дают. За столом чашки каждый залезал и должен дежурному показать. Видели такие снимки там стоят у него, может быть. Дежурный махнул рукой, напротив каждого стола дежурный. То есть тут все по минутам расписано. И дети это знают. И когда уже проходит, ну, неделя, там, говоришь, ну, хотите, будем дольше спать, ни один не хочет. А вечер они уже знают, во сколько. Сами просятся или, ну, там, матч бывает футбольный с деревенскими, да играть разрешают попозже. Мы никогда не ставим девочку вперед. Только мальчик. Это главная единица. Девочка это второстепенная. Она должна понимать. Это глава. Но если тебе потребуется, нужна будет, ты за девочку не должен даже жизнь пожалеть отдать. Поставить, говорится, на место, кого надо. Это все надо в него заложить сегодня. У вас прям мусульманские идеи. Не, ну, это необходимо. Это короткая жизнь. Мы должны ценить ее. Она неповторимое сокровище, данное Богом. Вот дети идут. Прежде чем выйти из лагеря, три поклона. Перекрестились, поклонились. Это в лагерь пошли старшему. Благословите. Ну, и дошли до пруда купаться. Теперь раздеваются. Кто их повел? Они опять три поклона поклонились. И теперь благословите. Все под присмотром. 44 года. У нас ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одной потери. Это что-то говорит? Это не два дня. А это дети. И Бог нас хранит. Все начинается с молитвы. Это не наша заслуга. Это Господь. Учатся стряпать отдельные мальчики и девочки. Там такие пироги настряпают. Русская печь. Да еще две русские печи. Сами пекут. Это все у нас заснято есть. Своими руками мы все это делаем. Нам никто это не делает. Мы все делаем сами. А врач у вас есть в лагере? Раньше она была там у нас жила. Кандидат медицинских наук. А сейчас врача нету. Ну медсестры есть. Но нужды никакой в этом нет. Вот это не оздоровительный лагерь. Это надо привозить ребенка больной с таблетками. С таблетками не принимаем. Если он таблетки отдаст или выбросит, тогда мы примем. Вот мы еще приехали. Они даже... Встречи не было с ними. А вот подсунули с нашими молочниками. Привезли. На, принимай. Приехали. И сразу девочка. Больные почки. Что-то с почками. Теперь я начинаю лечить. А как лечить? Батюшка там набрали березовый сок. Мне дают. Отдельно у меня мед приобретенный. Теперь я каждое утро до завтрака ей ложку меда и стакан березовки. Проходит две недели. Она забыла, что она болела. Она играет, борется, бегает и все. То есть каждому, которому требуется внимание, мы повышенное внимание даем. Он посты не нарушает, конечно, но вот то, что есть... Это людям очень интересно. Нет. Вот возьмите, допустим, написать книгу, и чтобы эта книга была бестселларом где-то, это невозможно. Потому что зависит от людей. Так точно в кинофильмах. Она сняли фильм «Причустие». Он занял первое место на международном киноконкурсе. Это не на дороге. Второй фильм «Златоуст из Потеряевки». Первое место в России. Вы можете посмотреть на нашем сайте. Вот я сейчас внизу, или я вам скидывал, наверное, уже наши... Все посмотрите, и там вы найдете. Но они не лучшего качества, потому что затертые были. Ну, все видно, где голова, где ноги. Надо жить интересно. Мы все время об этом, говорит, в бедности. Никому не завидовать. Радоваться тому, что есть. И это видео тут приезжает, разбирает нас. Недавно там разборы мне делали в Москве. Там Дворкин, там такой есть. Человек, говорится, с Америки, с двойным гражданством. Это под меня подкапывает. И она, говорит, я посмотрел на там фильмы, и всем это нравится. Дети смеются, все веселые. Как это может нравиться? Надо это увидеть. Увидеть. Они привыкли, что дети прыгают грязными ногами по постели. У нас этого нету. Нету. Четко и ясно. Вот, легли спать. Ни одного слова. Даже шепотом. А почему? Я объясняю. Это правило в английских университетах. Кто нарушил правила общежития, тишину, лишается права через два предупреждения. Я говорю, в какой стране какие правила? У меня опыт очень большой, я много ездил. И теперь... А они зашумели. Воспитатель ходит, слышит. Открыл дверь. Кто? Никого нет. Выходите все? Оденьтесь, тут комары есть. Все выходят. Все. Теперь он должен был выйти. Теперь за всех ты отвечаешь. Стоять два часа. Это много. На четыре дня разбить. По полчаса. А теперь они где стоят, там с прутиками, как бы охраняют. Я могу с ними пройти и провести урок. Было такое, там, о звезды, о небе. Так они чуть ли не специально нарушать, чтобы с ним еще ночью побеседовать. Ребенку это надо показать. Ты должен уважать другого. Никакого баловства. Значит, ты не выспался? Тебе плохо. Если ты лег спать, другому мешаешь, то уже плохо. Он начинает по-серьезному к этому относиться. Вот два года назад я вел новое правило еще. Дети, которые играют в компьютерные игры, в лагерь не принимать, если они серьезно играют. Это бесноватые, одержимые демоном. Они ничего не понимают совершенно. И не поддаются хуже наркомании. Компьютерные игры. Вот так. Ну, поняла, да. Хорошо. Спасибо вам огромное. Слава Христу. Слава Богу, да. Если какие-то дополнительные вопросы будут, ну, вот так вот можете уже выйти. Так, я хотел сказать, у нас все выставляется в интернет. Вы не против? Да, конечно. Ничего тут плохого у нас не было. Ну, и смотрите где-то. Может, я сейчас за ночь закачаю, завтра и посмотрите. Хорошо, спасибо огромное. Да, всего доброго. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...